В этом подводном лесу много опасных хищников. Обычно их приближение можно заметить, и тогда есть шанс спастись. Но что делать с такими монстрами? Это плоскотелая акула или акула-ангел. Во время охоты она закапывается в песок и может ожидать так часами или даже днями, пока очередная жертва не проплывет рядом. Эти акулы обитают в прибрежных зонах на глубине до 100 метров. Хотя эта акула обитает на дне и кажется безобидной, Из-за своих мощных челюстей и острых зубов она может нанести болезненные рваные раны, если ее спровоцировать. Она может укусить, если нырячек приблизится к голове или схватит ее за хвост. Представляю вам невероятное существо, спрятанное в глубинах океана. Он прячется в выле морского дна, оставляя на поверхности лишь свои огромные челюсти, и поджидает добычу. Молниеносный удар... И добыча поймана. Червь утаскивает жертву под землю и там поедает ее. Но иногда и он может промахнуться. Имя ему австралийский пурпурный червь или червь боббита. Не только рыба может стать его обедом. Осьминог тоже подойдет. И кальмар сгодится. Еще больше ужасает то, что длиной этот червь может вырастать до трех метров. Трехметровый червь, который утаскивает своих жертв под землю, это реально страшно. Справедливости ради скажу, что он довольно тонкий и больше похож на веревку. Его диаметр примерно как большой палец руки. Червь боббита встречается в Индонезии, Австралии, вблизи островов Фиджи, Бали, Новой Гвинеи и на Филиппинах. Червь способен затащить под землю и съесть кого угодно. Червь боббита Даже эта рыба фугу, которая очень ядовита, не может чувствовать себя в безопасности. Рыба фугу имеет интересный защитный механизм. Она раздувается при опасности и становится как шар, тем самым избегая множества неприятностей. Однако, червь боббита это не останавливает. Хочется с трудом, он все же утаскивает ее. Фанаты Звездных Войн помнят причудливое существо, называемое Сарлоком, который скрывался в воронке из песка и на поверхности торчал лишь его рот. Жертва падала в воронку и моментально съедалась монстром. А что если я вам скажу, что нечто подобное реально существует? Именно личинка муравийного льва охотится подобным образом. Она вырывает воронку и прячется на ее дне. Все, что ей остается, это ждать. Ждать жертву, случайно упавшую в ее ловушку. Делают они свои ловушки на солнечном, защищенном от ветра и дождя месте, так что края воронки всегда сухие и легко осыпаются вниз. Пробегающие рядом муравьи, стоит им оказаться на краю ямки, катятся вниз вместе с оседающими песчинками. А на дне жертву ожидают неподвижно торчащие из песка челюсти личинки муравьиного льва. Мгновение, и они вонзаются в жертву. После чего этот монстр, будто паук, брыскивает пищеварительный сок и высасывает все содержимое жертвы. Абсолютно высохший скелет он мощным броском выкидывает из своей ямы, дабы не мешался. Естественно, не только муравьи могут попасть в эту причудливую ловушку. Небольшие жучки также могут оказаться жертвой хищника. Попадая в воронку, жертва, естественно, не сдается просто так. Она всячески пытается выбраться. И тогда личинка муравьиного льва начинает бросаться в нее песчинками, пытаясь сбить. И довольно часто ей это удается. Обитают эти насекомые в тропическом и субтропическом климате. И вот в какое прекрасное создание, похожее на стрекозу, в итоге личинка превращается. Помните, в фильме «Дрожь земли» были огромные черви, передвигающиеся в песках? Также подобные черви только еще большего размера присутствовали и в фильме «Дюна». А что если я вам скажу, что на нашей планете имеются существа с подобным способом передвижения? Арабский песчаный удавчик большую часть времени проводит, спрятавшись в песок. Так он спасается от палящего днем солнца, и лишь ночью он выползает, чтобы поохотиться. Удивительно то, насколько быстро эта змея может скрыться в песках. Арабский песчаный удавчик способен спрятаться не только в песках. Рыхлая почва тоже сгодится. Вот откуда черпали вдохновение создатели фильмов про огромных червей, живущих в песках. Арабский песчаный удавчик – небольшая змея, длиной до 38 см. Она не ядовита и абсолютно безопасна для человека. Обитает в песчаных пустынях Аравийского полуострова. Много их в Саудовской Аравии. Переносимся в пустыню на юго-западе Америки. В этих выжженных солнцем песках живет еще одна необычная змея. Рогатый гремучник – один из видов ядовитых гадюк. Она передвигается боком и не скользит по песку, а как бы шагает. Причем скорость такого передвижения велика и может достигать 25 километров в чат. Передвигаясь таким образом, змея обеспечивает себе меньший контакт с раскаленным песком пустыни. Несмотря на свою огромную скорость передвижения, гремучник не способен догнать местных ящериц, их излюбленной добычей. Поэтому гремучник закапывается в песок в местах обитания этих ящериц. Начиная с хвоста, вскоре он почти полностью скрывается в песке. Только его глаза остаются нескрытыми. Гадюка ждет. Ящерица останавливается как раз в том месте, чтобы съесть мошку. Это большая ошибка. Ящерица – это не только еда, но и важный источник воды, так необходимый в пустыне. Поев, змея закапывается в песок, чтобы переварить пищу. На этом канале будут короткие ролики о животных. Если нравится подобный контент, подпишитесь. И обязательно включите видео со всеми роликами подряд. Они очень интересные и не займут много времени. Пока.